Добрый, добрый день, уважаемые слушатели! В эфире Финам.ФМ. Сухой остаток. Меня зовут Олег Дмитриев. И, как всегда, в это время мы говорим о том, что происходит на финансовых рынках. Тема сегодняшней программы «Каковы предпосылки для прекращения мягкой политики Федрезервом?» Ну и еще раз напомню, как всегда, мы поговорим об этом. И не только. Потому что нас с вами интересуют вещи куда более серьезные, важные, ну или не менее важные, чем монетарная политика Центрального банка Соединенных Штатов Америки. Итак, представляю, прежде всего, представляю своих гостей. Сегодня в студии Александр Антипов, директор департамента операции на рынке акций инновационной компании «Велес Капитал». Добрый день, Александр. Добрый день. И в студии Владимир Жанковский, директор аналитического департамента «Норд Капитал». Добрый день, Владимир. Да, рад вас видеть. Спасибо. Логично. Уважаемые слушатели, телефон студии, телефон прямого эфира 651099,6, код Москвы 495, сайт компании финам.фм. Звоните, пишите, задавайте свои вопросы, делитесь собственными мнениями на этот счет. И начиная эфир, 15.05 в Москве, картина маслом, что происходит сейчас, к этому времени на финансовых рынках. Вчерашнее закрытие площадок Соединенных Штатов Америки произошло на положительной территории, закрылись в плюсе и Dow Jones, плюс 0,3%, и S&P 500, плюс 0,2%, и чуть больше прибавил NASDAQ, 0,4%. Азия разноправленно, по крайней мере, ни кей, в плюсе на 9, и чуть небольшом минусе, символичном минусе 0,1%, закрылся индикатор китайского рынка. Далее смотрим на Европу, и смотрите, вот чуть раньше, ну очень часто, да, насколько волатильны, так сказать, нынешние рынки, чуть раньше, полчаса назад я был готов, да, в этой картине масла сказать, что мы сегодня хуже глобальной тенденции выглядим. Но, тем не менее, выбираются уже в положительную территорию, поэтому Европа прибавляет в лице Фудси 100, 0,5%, и наши индикаторы уже тоже в плюсе, РТС 0,1%, а ММВБ 0,15%, да, 1,5%, да. В любом случае, это приятно, но еще не вечер, что называется, да, будем сегодня смотреть, как будет закрываться день, вот что сегодня важные события, о которых, кстати, мы тоже поговорим. Смотрим на сырье и на рынок Форекс. Итак, нефть продолжает держаться достаточно высоко, 115,90 стоит бочка Brent, 109,40 бочка Light Sweet, золото, после недавних максимумов немного корректируется, 1413 сейчас стоит тройской унции, ну, а, наконец-то, Форекс в лице евро-доллара пришел в движение, и мы ожидали некого укрепления доллара Соединенных Штатов Америки, и сейчас это происходит в моменте уже ниже 1,33 пары евро-доллара, 1,3250 ее текущая котировка. Набор голубых фишек разнонаправлен сегодня. Среди лидеров падение 2,2%, простите, теряет Аэрофлот и почти процент акций МТС. Ну, а продолжает расти Роснефть по известной, видимо, причине. Далее, почти 2% прибавляет Северсталь и полпроцента НЛМК. Полтора процента, кстати, в плюсе сегодня акции Роснефть. Странно, что в списке Уралкалия нету как-то. В списке роста или падения ты имеешь в виду? Ну, можно было бы... Либо того, либо другого. Либо того, либо другого. Ну, просто, да, циферка не особо впечатляет, немножко отскок, видимо, формируется в акции. Дозлые кошки, да, ну, понятно. Да, 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 0,3% вот он, соответственно, сегодня прибавляет. Ну, хотя, видимо, еще... Напряженными ожиданиями развязки. Да, 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 еще не вечер, конечно, вопрос стоит острый. Чем все это дело закончится? Будем мы пить белорусское молоко или нет? И есть белорусский творог, который имеет вкус боржоми 2008 года. Нехороший вкус. Привкус такой, да, ассоциации сразу какие-то. Ну, да ладно. Итак, давайте начнем. Главная тема. Ну, Володя, если не возражаешь, поскольку ты у нас традиционно, да, представитель Федерального резерва в этой студии. Ну, нет, зачем так? Ну, это шутка, конечно. Ну, просто я буквально недавно в Фейсбуке видел твои фотографии на берегу Атлантического океана. Я и подумал, может быть, у тебя какая-то есть горячая информация. Это было на берегу Тихого, это Пасифик был. А, нет, подождите, вы имели в виду... Лос-Анджелес там написано было. А, ну, это один из тех городов, где я жил, когда я работал в Штатах. То есть это не свежие фотографии? Ну, в общем, а какие-то есть свежие. Вот свежие последние, это вот я только приехал буквально неделю назад из Лас-Вегаса. Вот, единственное такое отдушина для русского человека. Это Лас-Вегас. Которого, да, жмут по всем фронтам. Хорошая рекомендация, да, ребята? Ну, нет, я не хочу рекламировать Лас-Вегас. На самом деле, в мире полно интересных мест, помимо Лас-Вегаса, например, Макао. Ну, ладно. Нет, ну, да, мы немножко идем в сторону. Твою страсть к определенного рода занятию я прекрасно знаю. И, тем не менее, давай мы... Как ни странно, да, у человека, который занимается серьезно фондовым рынком, почему-то вот такие вот бывают метастазы. Нет, я назвал их метастазы. Мы тут, кстати, обсуждали с кем-то. Вопрос вот интернет-покера, по-моему. Вчера как раз был, да. Ну, интернет, я, честно говоря, не верю никому. Точно так же, как и эти автоматы цапалки, знаете, где нужно там опустить сколько-то там, 50 рублей, и он вот там вот пытается якобы игрушку доставать. Он никогда не достает. И то же самое интернет-казино всякие. Вот у меня похожие к ним отношения. Ну, это мое мнение, я никому не навязываю. Нет, просто к тому, что логика есть, когда человек, который работает на рынке, да, у него, видимо, какие-то вот в голове шарики постоянно вертятся, и он еще и отдушины ищет каких-то других. Ну, у меня много хобби. Есть другие еще. Мы специальную программу сделаем. Ну, это нет, да, это все, ладно. Ну, давайте вернемся, да, к Федрезерву. Итак, значит, прежде всего я проанонсирую то, что сегодня ВВП. Ну, конечно, да. За второй квартал это важно, и опять мы можем увидеть, да, какие-то... Там очень сильно завышенный прогноз, его специально сделали завышенным, конечно, на 2,3 процента... Мне кажется, что человек в здравом уме, который видел, в общем-то, раскладку по компонентам ВВП предварительного чтения и второго чтения, понятно, что там 2,3 процента просто не пахнет. А зачем тогда это? Учитывая еще и фискальный обрыв, который... Готовится уже, да? Нет, почему? Он просто реализуется, он не полностью реализован, но Америка живет в состоянии фискального обрыва, если можно так сказать. Поэтому, конечно, эта цифра, на мой взгляд, сильно завышена. Если он дотянет хотя бы до 2 процентов, это будет большая победа. Я думаю, что таким способом американские участники рынков хотят снова надавить на Федрезерв. То есть цифра выйдет хуже прогнозов, и это будет очередным таким аргументом, что, дескать, давайте сохранять никакого тейперинга, никакого снижения объемов стимулирования, мол, цифра вышла плохая. Хотя она может выйти точно такой же, как она уже была. Понимаете, это та же самая тема, что и говорил Эйнштейн по поводу относительности. То есть мы привязываемся к прогнозам рынка. Может быть, это неправильно, но делают несколько известных агентств полы, делают опросы из известных банков, крупных фондов, которые оценивают, делают свою оценку. Исходя из этого, они выводят некую среднюю цифру, которая должна быть истинной в последней инстанции. Если этот индикатор выходит хуже этой цифры, соответственно, это, как бы сказать, было когда-то плохо, а если лучше, было когда-то хорошо. Но теперь все это смотрится через призму политики Федрезерва, и поэтому очень часто бывает, что плохая цифра оказывается для фондового рынка хорошей, и наоборот. Совершенно верно. То есть опять можно говорить, что некая парадигма поменялась, отношения. Кстати, Саш, как думаешь, вот мы говорим о сегодняшней статистике, она может быть действительно выйдет там лучше, хуже ожиданий, но как бы стратегически взгляд инвесторов все равно не меняется. Уже многие все же находятся в состоянии ожидания, что Федрезерва рано или поздно начнет сворачивать. Ну, естественно, конечно, все рано или поздно заканчивается. Естественно, инвесторы ожидают, конечно, что рано или поздно это будет свернуто. Но, тем не менее, пока мы живем вот в том мире, в котором живем, соответственно, мы инвестируем, продолжаем инвестировать. Вот, и продолжаем смотреть на те цифры, которые выходят сегодня, завтра, через неделю. Вот, пока нет факта того, что Федрезерв сворачивает или начал сворачивать, ну, в общем-то, фондовый рынок живет. Вот еще, Олег, вопрос меня постоянно мучает. Что Федрезерв собирается сворачивать? Может, покажется, идет какие-то вопросы, но мне сразу так... Не с той ноги, наверное, столкнуть. Что Федрезерв будет сворачивать? Понимаете, вот рынок почему-то упорно называет две программы одной. На самом деле программ было четыре штуки. Первая, которая была, которая спасала банки, вот этот вот Бэтбэнк там и так далее. Извини, ради бог, мы обязательно продолжим разговор на эту тему. Но сейчас время новостей, слушаем новости, ну, а потом вернемся к нашему разговору. Ну, что ж, друзья, продолжим эфир. Сухой остаток на Финнам-ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев, сегодня в студии. Александр Антипов, директор департамента операции на рынке акций, инвестиционной компании «Велес Капитал». И Владимир Рожанковский, директор аналитического департамента «Норд Капитал». Говорим, сплошные капиталы. Очень интересно. Это самое главное, что есть в нашей жизни. Да, да, да. Хотелось бы. Телефон студии 6510996, код Москвы, простите, 495 и сайт компании «Финнам.ФМ». Уважаемые слушатели, звоните, пишите, задавайте вопросы, делитесь собственными мыслями. Мы обсуждаем, ну, начали уже и будем продолжать какое-то время обсуждать возможные предпосылки для сокращения мягкой политики, для сокращения, значит, программ количественных мягчений, так называемая, Федрезерва. Ну, и я попрошу... Я постараюсь быстро закончить, потому что, действительно, чувствую, что время поджимает. Нормально, нормально. Значит, не буду этот экскурт делать по всем QE. Ограничить лишь тем, что, значит, по моему глубокому убеждению, в прошлом году было две программы QE объявлены. Одна была объявлена в сентябре, и она касалась ипотечных облигаций, так называемые mortgage-backed securities, MBS, в объеме, по-моему, 40, да, миллиардов долларов. И вторая программа была дополнительно, кстати, в Джексон-Холле была объявлена, а вторая в ноябре была, в рамках комитета по открытым рынкам, объявлена программа по выкупу уже классических и понятных казначейских облигаций, объемом 45 миллиардов долларов. В сумме 85. Я не понимаю, почему рынок везде, так сказать, ну, респектабельные репортеры там и просто аналитики называют ее QE3. Если это было две программы, одна была QE3, это ипотечные облигации, и вторая QE4, как, в общем, я везде пишу настойчиво, меня никто не поправлял, кстати говоря. Никаких возмущений не было, мы там и в Bloomberg размещаем, и в других источниках. Вот, вот это непонятие, не такое, так сказать, разночтение. Ну, извини, пожалуйста, но с другой стороны, QE3, хорошо, объединяет две программы, или мы разделили QE3 на QE4? Суть-то это изменит разве. Разные эти программы, да. Одна программа таргетировала выкуп ипотечных облигаций, это сугубо национальный американский инструмент, он никаким образом не может какие-то волны на иностранные рынки внешние спровоцировать. И второй, это была, в общем, классическая программа количественного смягчения, которая, значит, дает возможность поддерживать доходности трежерис на тех уровнях, на которых Федоризев хотел бы их видеть. Тем не менее, не совсем у него получается все хорошо в этом плане. Вот, поэтому, когда говорят, что сейчас будет сворачивание, у меня встречный первый же вопрос, сворачивание чего? Сворачивание программы по выкупу ипотечных облигаций. Которые, как ты говоришь, являются внутренним делом в Соединенных Штатах Америки. Или же сворачивание программы по выкупу казначейских облигаций. Я почему-то, так сказать, не совсем уверен, что начнется сворачивание именно с ипотечных облигаций, с трежерис. Потому что трежерис является эталоном, они являются бенчмарком. На них строится, в общем-то, вся процентная политика Федрезерва и банков. Если начать раскачивать трежерис, все остальные рынки начнут лихорадить. В то же самое время ипотечные, конечно, бумаги, они важны, но они не являются плацдармом, они не являются фундаментом. Да, они часть надежд американской экономики, но тем не менее. Поэтому все-таки из двух вот этих вот инструментов, по всей видимости, Фед все-таки начнет сворачивание с ипотечных бумаг. И косвенно это подтверждается тем фактом, что на пике падения доходности по 30-летней ипотеке фиксированной, так называемой 3-year fixed, которая там была 3,56, по-моему, что такое, она уже сейчас за 5 перевалила. То есть это почти 200 байсных пунктов. В то же самое время 30-летние трежерис, там доходность выросла где-то на 25, ну, на 28 байсных пунктов. И у меня сразу же так встречный вопрос, а что продают? Что продают-то вообще говоря? Давайте нам пытаются продать что-то одно, а когда мы смотрим на вещи, так сказать, на сухие графики, мы видим совсем другое. Это, как говорил, знаете, сатирик Задорнов, не вижу того, о чем мне говорят. Понимаете? Вот из той серии. Ну, то есть это из серии того, Саш, да, что мы много о чем-то говорим, а по факту получается все... Нет, это как одна из версий. Просто на самом деле, вот, надо немножко более широко посмотреть на вопрос сворачивания. Бессловно, сворачивание рано или поздно будет происходить. Деревья, как говорил предыдущий, вот, один из моих прошлых собеседников, до небес не растут, совершенно верно. Но надо понять сценарий, каким образом это будет происходить. Я понял. Хорошо, хорошо. Ну, в любом случае, даже если сегодня, да, выйдет цифра, как мы уже говорили, по ВВП, отлично или не отлично, то, наверное, более стратегическое событие, да, это сентябрьское, если знаем, Федрезервы, и там, наверное, мы услышим... И в сентябрьское дебаты в Конгрессе по поводу повышения планки госдолга. Это будет тоже захватывающее зрелище. Ну, то есть опять мы будем говорить о неком шоу все же, да, Саша, как ты считаешь? В сентябре ждем, 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 ждем. Ждем с нетерпением. Хорошо, давайте вернемся к текущей ситуации. Итак, что происходит на отечественном рынке? Значит, он выглядит, мягко говоря, не очень оптимистично. Падаем мы, несмотря на высокие цены на нефть. Вот, если можно, Саша, твой взгляд на вещи... Ну, на самом деле, взгляд, в общем, не поменялся. На российском рынке происходит то, что называется отсутствие идей и отсутствие инвестора. В общем-то, покупать никто ничего не хочет, продавать все уже, наверное, все продали. Поэтому рынок взял такой боковой тренд, ну, с определенными колебаниями, конечно. То есть без волатильности мы никуда не денемся. Да, высокие цены на нефть помогают все-таки акциям, ну, находиться на том уровне, на котором они находятся. Хотя, честно говорю, я бы, наверное, не ожидал какого-то сильного падения акций, даже если цены на нефть будут падать. Да, безусловно, рынок отреагирует, конечно, он пойдет вниз. Но какого-то, наверное, сильного падения уже и ожидать не стоит, потому что все, кто хотел, все продали и деньги вывели. Теперь инвестировали их в американскую экономику и сидят, ждут, что же делать дальше. Кстати, по поводу инвестиций в американскую экономику, индекс S&P пытается все-таки нащупать какое-то дно, корректируется, не корректируется, вчера немножко отскочил. Понимаете, по-моему, сейчас некоторые говорят о том, что мы находимся на эпохе излома циклов, судя по тому, что три месяца подряд росли доходы, ну, почти, еще нету трех, но тем не менее, доходности по бенчмарку, по американским казачейским облигациям. Все больше и больше людей, я посмотрел даже в западных блогах инвестиционных, стали говорить о том, что цикл, цикл укрепления облигаций подходит к концу. В то же самое время все почему-то думают, что на смену циклу облигационному придет снова цикл акций. Можно было бы, конечно, так говорить, но акции американские имеются в виду, они с небольшими перерывами, в общем-то, растут с 2011 года, с 2010 года даже. И там был небольшой перерыв между количественным смягчением вторым, когда он был закончен, и началом количественного смягчения третьего. Но он не падал в это время, он просто был в боковике, так, в среднем. Поэтому я не вижу, как бы сказать, завершения или начала в цикле акций. То есть цикл акций, грубо говоря, он находится в каком-то неопределенном положении. Он и не начинается, и вроде бы как не завершается. Но если предположить, что цикл облигационный действительно завершается, то все-таки на смену ему должен какой-то новый актив выступить. Совершенно верно. И, конечно, мы хотим всегда, чтобы это было что-то ближе к нам. Пока что я не думаю, что это будут акции развивающихся рынков. И поскольку бенчмарк будет падать, скорее всего, и облигации развивающихся рынков тоже не будут себя хорошо чувствовать. Но вот ситуация с сырьем, она заставляет, вообще говоря, все-таки посмотреть на эту вещь иными глазами. То есть именно в поиске альтернативы рынка облигационного, да? Да, когда цикл одного из классов инвестиционных завершается, то те фонды, которые инвестировали в этот класс активов, они, так сказать, ликвидируются. Понимая, что дальше, в общем, роста не будет, а все время в короткую играть весьма сложно. И они, значит, объявляют декларацию о том, что они создают фонд в другом классе каком-то активов. И вот самое главное для всех людей, которые хотят чуть-чуть быть впереди массы, понять, какой это будет класс активов, в который войдут вот эти деньги, которые будут, так сказать, репатриированы из облигационных фондов. Ну, действительно, наверное, это не так просто, да? Эти люди в дальнейшем как раз и становятся, да? Они будут, да. Великими сотни форбс они оказываются. Они будут выигрыши, безусловно. Кто нащупает это раньше других, то, так сказать, сливки все и получат. Саша, смотри. Но пока сложно нащупать. Подожди, ну, с другой стороны, щупать-то, где щупать-то? Смотрите, у нас есть, да, долговой рынок, у нас есть рынок акций, как более рисковый, и у нас есть рынок сырья и товаров. Вот, пожалуйста. Да? Предположите. Там недвижимость есть, которую мы не рассматриваем сейчас в отдельности, да. Это пока, наверное, рано рассматривать, но вот рынок сырья, наверное, тоже как-то пока сложно, наверное, причислять. Ну, рынок сырья, вот смотрите, ведь ситуация какая была, что привязывали рынок промышленных металлов к росту в Китае. К то время одно говорили, что у Китая будет мягкая посадка, но ее не случилось, поскольку последние данные говорят о том, что низшая точка уже пройдена. Дальше есть рынок энергоносителей, который тоже лихорадило, потому что все говорили, что вот сейчас будет сланцевая революция. Но что-то эта революция как-то затягивается, и когда начали считать, выяснилось, что это очень затратное дело добычи сланцевого газа. А кроме того, еще и крайне неэкологичная проблема. Чем дальше говорят про сланец, тем больше мне это напоминает историю с этановом. Это мое личное восприятие этого всего. Поэтому история с распродажами в энергоносителях, она как-то, скажем, слава богу, пока не реализовалась. И у нее нет шансов сейчас реализоваться, поскольку те надежды, которые были возложены на сланец, он как максимум, он будет просто неким попутным продуктом. Но он никаким образом не сможет заместить традиционную добычу нефти. Наконец, золото, которое тоже придавили. И там была спекулятивная история, как вы знаете, с этими фондами ETF. Но эта история тоже заканчивается. То есть вот этот так называемый deleveraging, он уже произошел. По факту сейчас потребители металлического золота, они снова начинают покупать золото. И как только, значит, объем покупок физического металла превысит объем активов ETF золотых, ну, драгметаллов в общем случае, значит, это все, понятное дело, пойдет вверх. Ну, другого варианта просто нет. Вот. Поэтому и в золоте тоже ситуация не так плоха. Потому что считали, что ETF будут год или два deleveraging-роваться. Все, раз прервем. Спасибо огромное, Володя. Послушаем новость и потом продолжим. Итак, друзья, продолжим эфир. Сухой остаток на Финам.ФМ. Мы сегодня обсуждаем, ну, прежде всего, да, политику Федрезерва и, собственно, все, что с этим связано и не связано. Хотя, наверное, сложно найти, да, что-то на финансовых площадках, что не связано с политикой Федрезервов. Вообще просто политика. Да, просто политика, не связанная с политикой Федрезервов. Ну что ж, продолжим нам Швир. Еще раз повторю, мои гости сегодня в студии. Это Александр Антипов, директор департамента операции на рынке акций, инвестиционной компании «Велес Капитал» и Владимир Рожанковский, директор аналитического департамента «Норд Капитал». Телефон студии 6510-99.6, код Москвы-495 и сайт компании «Финам.ФМ». Итак, продолжим наш разговор. Действительно, тема такая, я бы сказал, стратегическая, важная, стратегическая, важная, смена циклов, да, как озвучил уже Владимир. Альтернативы. Где найти альтернативы? Альтернатива рынку облигаций, рынок акций не выглядит, да, в качестве альтернативы? Ну, просто цикл, он не начинается и не заканчивается. Мы живем в период, скажем так, разворачивания этого цикла. Ну, а возвращаясь все-таки к идее сырьевых активов, как, Саш, на твой взгляд, могут они вот этот цикл, да, облигационный заменить? Безусловно, могут, да, и какая-то мировая политика может, наверное, этому способствовать. Другое дело, сейчас, наверное, было бы достаточно сложно выделить какой-то конкретный актив. Да, потому что вот Владимир сделал такой обзор всех активов. В принципе, количество активов ограничено. Их там можно пересчитать по пальцам, грубо говоря, одной руки, да, и все их Владимир сейчас выделил. Но какой конкретно актив выстарили, да, в ближайшие годы, достаточно сложно сказать именно сейчас. Может быть, это будет нефть, да, в связи с развивающейся политической ситуацией на мировой арене. Может быть, это будет какой-то другой актив. Сейчас нам остается, в общем-то, смотреть и за этим внимательно очень. Ну, и делать какие-то свои выводы. Ну, да, предположения. Володя, а вот те люди, которые, собственно, каким-то образом... Догадаются. Да, и, может быть, уже догадались. Они просто, что называется, с пальцем в небо? Или они провидцы? Или у них есть какая-то, я не знаю, секретная информация? Опять же, надо стараться все-таки какие-то смотреть индикаторы. Может быть, технические индикаторы. Потому что надо смотреть лицемерие рынка, я это так называю. Потому что то, что пишут, то, что говорят по поводу того же сворачивания и так далее, очень многое из этого это просто инсинуация, по-другому не назовешь. А вот графики, которые мы видим в тех или иных вещах, они более красноречивы, чем то, что там... То есть они объективные, да, и инсинуации там просто неоткуда. Да, то есть надо смотреть объективные вещи, поменьше слушать, поменьше слушать то, что говорят, в том числе и, может быть, даже представители Федрезерва, потому что каждый из них какие-то свои интересы преследует. Смотрите, например, ФРС Далласа постоянно говорит о том, что мне надо срочно это все дело сворачивать, потому что им интересны высокие цены на нефть, это нефтедобывающий штат. А вот представители Филадельфии, промышленные регионы, которым как раз-таки желательно, чтобы нефть была низкая, это их затраты, да, совершенно верно. Они, наоборот, говорят о том, что не-не-не, ни в коем случае. Понимаете, и поэтому у каждого своя правда, и невозможно вывести некое среднее арифметическое из этой правды, поэтому лучше всего смотреть на графики. Причем даже внутри Федрезерва у каждого своя правда, не говоря о том, что на планете Земля. Сначала мы это все слушали, и, так сказать, внимали этому и так далее. А теперь, ну, пусть рынок слушает и внимает, а мы будем смотреть все-таки на графики. И если нужно чуть-чуть иногда где-то поиграть против рынка, можно и против рынка поиграть, не проблема. Когда упало золото до 1300, у меня было первое ощущение того, что, ну, у меня не было горизонта того, что оно будет расти, выросло до 1400, да, уже все. Но у меня было четкое понимание, что дальше оно просто не упадет, потому что оно учло уже все вот эти негативные процессы. А дальше, опять же, снова мы возвращаемся к графику баланса ФРС с 2008 года, который вырос в три раза. И снова возвращаемся к вопросу о том, что будут ли эти деньги каким-то образом проглочены рынком, что маловероятно. Или все-таки эти деньги дадут какой-то инфляционный всплеск. И вот этот вот рост доходности, который мы видим с июня месяца, ведь это же не что иное, хотя Федрезерв никогда в этом не признается, как первые ростки инфляционных ожиданий. Они очень мощные. Это значит, что сама инфляция будет на порядок мощнее. Это ростки именно ожиданий, это не ростки инфляции, это ростки ожиданий инфляции, которые может возникнуть в связи с тем, что Федрезерв начнет сворачивание программы своей. Соответственно, возможность поддерживать трежерис, она будет исчерпана. Поэтому, если мы говорим об инфляции, мы всегда обычно тут же говорим партия, подразумеваем Ленина. Мы говорим Ленин, подразумеваем партию. А мы говорим инфляция, мы тут же подразумеваем сырье. Лучший, как говорится, и худший. Там опять же многие спорят, что золото не является лучшей защитой антиинфляционной, потому что это вообще не сырье. Ну пожалуйста, у каждого свое мнение. Последние два дня, условно говоря, реакции рынка на выход статистики, и вы видите, что происходит с золотом сразу же. Но антиинфляционный инструмент это безусловно сырье. То есть в той мере, в которой инфляционные ожидания будут постепенно трансформироваться в инфляцию, в той же мере будут возрастать интерес и спрос в отношении сырьевых активов. Я понял. Так, вернемся к нынешней ситуации и высокие цены на нефть. Давайте их обсудим, хотя понятно, что сейчас происходит. Российский рынок падает, цень высокая, рубль падает, нефть тем не менее высокая. Ну нефть, наверное, нефть это все-таки как первично, что первично курица или яйцо. Хотя ответы на этот вопрос. Нефть в данном случае все-таки первично, рубль это вторично, это уже как функция. Ну да. Но почему нефть высокая? По вполне очевидным причинам. Естественно, это и Ближний Восток, это и американские намерения, и ненамерения, в общем-то. Поэтому здесь все понятно. Почему рубль слабый? Ну это, наверное, тоже более-менее понятно сейчас. В принципе, это даже хорошо, наверное, нашим производителям. Это даже не наверное, а это очень хорошо нашим производителям, нашим экспортерам. Они спят и видят, как бы рубль стал 35, а то, может быть, даже и получше. Тогда все двери перед ними откроются. И я думаю, конечно, что политика нашего правительства есть ослабление рубля. Другое дело, как это будет происходить, да, и будет ли это происходить. Потому что если нефть будет дорожать, то, естественно, рубль ослабевать не будет. Ну или, по крайней мере, сложно ему это будет делать. Кстати, на всякий случай, сегодня Банк Бразилии поднял процент. Да, я хотел сказать, что я бы назвал политику нашего правительства по отношению к рублю не столько политикой его ослабления, сколько политикой невмешательства. Может быть, даже это и правильно, потому что в свое время был уже пример такой, да, когда там пытались слишком сильно в 2008-2009 году повлиять на ситуацию, в результате ее все равно не удержали, а очень много денег потратили. Может быть, это и правильно. Я вот сейчас бы не стал критиковать за эту вещь, тем более, что вы правильно сказали, значит, многие страны, БРИКС в том числе, они сейчас испытывают колоссальное давление на свои национальные валюты. Помимо упомянутого вами повышения Бразильским центральным банком процентной ставки, что вполне, так сказать, традиционные действия, значит, сегодня утром была информация по поводу того, что Банк Индии напрямую будет своим нефтеперерабатывающим заводом продавать доллары, поскольку они являются крупнейшими потребителями долларов в стране. В надежде, что это каким-то образом снизит вот откат индийской рупии, которую фактически уже 20% с начала года. И, похоже, действие будет, по всей видимости, предпринимать, значит, Индонезия. Там тоже катастрофа с индонезийской рупией, похожие тенденции сначала. Поэтому мы не упали, рубль не упал с начала года на 20%, поэтому, когда мы говорим об ослаблении рубля, опять же, нам нужно посмотреть, что происходит с другими странами. В этом смысле у нас пока что нет такой необходимости, скажем, как у индусов, что-то срочно предпринимать. И дальнейшие шаги, скажем, у индусов, тех же будут, если по-прежнему рубия будет падать, я полагаю, что они будут продавать доллар, диноминированные инструменты из своего золотовалютного фонда. Между прочим, там порядка 300 миллиардов, ну, 290 миллиардов долларов. Естественно, как всегда полагается, порядка 90% или как минимум 80% — это казачейские облигации. Другого варианта просто нет. Поэтому здесь есть некая, как говорят инженеры, цепь с обратной связью. И как бы вот этот момент, если почувствуют в Вашингтоне, то спекуляции против валюты развивающихся рынков, они будут достаточно быстро свернуты. Это я в этом практически не сомневаюсь. Но одно дело, так сказать, план, и другое дело, что если они начнут действительно это реализовывать, мы это увидим. Аукцион по пятилеткам вчера прошел очень плохо. Между прочим, в Штатах спрос предложений к Bit2Cover был очень низкий, ниже, чем средний за последние шесть недель. Там средний был 2,75, был вчера 2,2, по-моему, всего лишь, значит, Bit2Cover. Доходность повысилась. И, в общем, это только первые ростки. То есть, если начнут страны скидывать, опять же, это любимая такая тема была, 8-9 года, они в итоге не скидывали, но на защиту валюты многие страны пойдут на свои все-таки каким-то образом. Ну, кстати, вот действие Центрального банка Индии, как раз это и есть, да, шаг в сторону защиты. Это первый шаг, да, но пока что они не трогают доллар, они каким-то своим способом это все. Они пытаются выдавить посредников, так сказать, убрать с рынка банки, которые получали прибыль на спредах и так далее. Но если ситуация будет дальше усугубляться, по всей видимости, они более радикальным мерам прибегут. И вот, возвращаясь к идее российского рубля, действительно, да, если сравнивать наш рубль как валюту развивающегося, развивающейся экономики с нашими коллегами с Индией, с Индонезией, с Бразилией, с той же самой. Ну, рубль еще достаточно кропко стоит. Ну, посмотри, очень неплохо, может быть, потому что высокая цена на нефть, а причина, мы известны. И вот сейчас, ну, наверное, дай бог, с точки зрения обычной человеческой логики, дай бог, чтобы в Сирии, да, все закончилось мирно. Ну, или как минимум, да, так сказать, хуже не стало. Тогда, естественно, геополитическая премия в цене на нефть уходит. Мы видим снижение, ну, может быть, там, неглобальное какое-то куда-нибудь. Ну, вы знаете, Олег, я... 110-105 и рубль, мама не горючая. Ну, при каждом таком геополитическом конфликте, на самом деле, цена на нефть, она передвигается, я смотрю на лайтсвит, на 2,5-3 доллара вверх. Среднегодовая. Поэтому, как говорилось в одной песне, ничто не проходит бесследно. Да, да. Поэтому каждый геополитический конфликт, я вот смотрел именно по графикам, конкретно, вот, пожалуйста, вам Тунис, вот вам, пожалуйста, Египет-1, вот вам Египет-2, и вот, соответственно, цена на нефть. Поэтому каждая новая такая вещь, она не возвращает нефть на прежний уровень, она ее фиксирует уже на новом уровне. То есть, технические точки зрения, мы вчера обсуждали, кстати, в этой суде, нисходящий... Арабских стран еще там много осталось. Да, да, нисходящий... Да, да, нисходящий тренд пробит, и уже можно говорить о неком развороте, да, если технические точки зрения. Она, конечно, корректируется, безусловно, фактор паники существует, он никуда не денется, но она при каждой коррекции уже поселяется на новом уровне, а не возвращается к прежнему. То есть, грубо говоря, мы будем говорить о том, что нефть будет там не 115, как сейчас, да, но и не 90, а где-то там 110, может быть. То есть, новый диапазон, да, и чуть-чуть... Теоретически можно еще Йемен разворошить. Я, простите, я не хочу, это на самом деле больно очень. Безусловно. Ну, там, как бы, вот в Йемене тоже была ситуация весьма нестабильная. Ну, варианты, да, варианты есть. Я вообще боюсь даже произносить слово Иран. Просто боюсь. Хотя, да, хотя все-таки именно туда, видимо, да, взгляд. Хорошо, еще раз новости на Финам.ФМ послушаем, потом продолжим. Ну, что ж, друзья мои, продолжим эфир. Сухой остаток на Финам.ФМ. В студии сегодня Александр Антипов, директор департамента операций на рынке акций инвестиционной компании «Велескапитал» и Владимир Жанковский, директор аналитического департамента «Нордкапитал». Телефон в студии 6510-99,6, код Москвы-495, сайт компании «Финам.ФМ». Звонок у нас, пару звонков было, мы что-то увлеклись так беседой, что... Уважаемые слушатели, прошу прощения, если есть еще желание, перезвоните, пожалуйста. Ну, что ж, продолжим наш разговор. К российскому рынку, наверное, есть смысл вернуться, все же поговорить о нем, хотя все это достаточно локально, мы видим. Российский рынок плохо себя очень чувствует. Ну, и там периодически какие-то возникают такие искорки на нем. Российский рынок на каникулах. Затянувшихся. Затянувшихся действительно уже на несколько лет. Ну, давай, Саш, что интересного, тем не менее, происходит на российском рынке, на твой взгляд, по крайней мере? Ну, что интересного? Опять политика, опять Урал-Калий, да, и, в общем, ситуация, связанная с этим. Будем ли мы пить белорусское молоко или не будем, вот в чем вопрос. У нас же есть грузинская боржомия. Давайте, да. Есть прецедент. Не будем максималистами. Ну, в общем, конечно, я надеюсь, что ситуация разрешится благополучно, хотя пока, в общем-то, господин генеральный директор находится в Беларуси и, в общем-то, пытается защищаться. Котировки компаний пока не отражают никаких тенденций, в общем-то. Я понял, Володь, твой взгляд на эти вещи. Ну, смотрите, вот то, по какой причине, да, господин генеральный директор, как Саша его назвал, оказался в этой ситуации, это причина объективная или это надуманная причина? Ну, то, что акции Урал-Калий упали на этом фоне, это, как бы, процесс понятный. Это закономерно, да. Да, закономерно. Меня слышно, да? Нормально все? Тебя слышно, ты только вот так вот сделай, вот, 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 а вот эту подними. Все, вижу, да. Все, теперь понятно. Взрослые люди, аналитики, они с микрофоном разобраться не могут. Мы же не авиаторы, ладно. Это логично. На самом деле, конечно, тут есть момент, хотя говорят, что здесь политика основная, но здесь все-таки экономика основная, потому что БКК и Беларусь-Калий это крупнейший поставщик, значит, белорусского бюджета. И, учитывая то, что Беларусь сейчас, в общем-то, на кредитной игле сидит, они сейчас 3 миллиарда только вот брали кредитов у Евразес, соответственно, понимание того, что процентов 20 доходной части бюджета, они просто вот лишатся. В случае, если у Рал-Калий объявят свободное ценообразование на калийном рынке. А к этому ушло все. Да, но Баумгертнер, в общем, сказал, что теперь так будем делать. Оно, конечно, сводило с ума белорусских политиков, в общем, и премьер-министра, и, наверное, самого президента. Я думаю, что в этом, конечно, в первую очередь, ну, зачем Беларуси портить отношения с Москвой, еще что-то просто так, чтобы показать, что вот мы тоже с усами. Нет, конечно, я не думаю, что здесь какой-то популизм, здесь чистая прагматика, тем более, что они подготовили кейс против Рал-Калия, они сейчас это все там, я так понимаю, представляют, они же не стали бы задерживать, понимаете, того же Баумгертнера и там предъявлять обвинение Керимову, если бы у них не было кейса. Они собрали его, я думаю, что там далеко не все так безупречно, как было. Вспомним, как происходило слияние у Рал-Калия, например, с Сильвенитом, да, Сильвенит был куплен, значит, по-моему, с 40-процентным дисконтом по отношению к Урал-Калию, хотя резервы хлористого калия у Сильвенита, они выше, чем у Урал-Калия, и выручка у Сильвенита, она была тоже на этот момент слияния выше, чем у Урал-Калия, понимаете? То есть там много чего можно придраться с точки зрения самого процесса этого. Другое дело, что сейчас, понимаете, они слишком крупную рыбу поймали в своей сети, и здесь нужно сначала отделить, как говорится, зерна от плевел. Просто если, значит, вот там премьер-министр, господин Шувалов высказывался по этому поводу, они поймут, что лично Керимову, как бы сказать, у белорусской стороны претензий нет, например, она выдвигает претензии к Керимову, но на деле за претензиями Керимова закамуфлированы претензии к тому, что Россия покушается на белорусский бюджет. Если будет ситуация такая, что давайте мы, так сказать, оставим Керимова и решим вопрос с вашим бюджетом, если это в такую плоскость перейдут разговоры, я думаю, что все обвинения... Конечно, я так думаю, что именно на это и надеются белорусские власти, когда все это дело затевают. Неинтересно, так сказать, воевать против Керимова, я думаю, да. И тем более... Не эта цель... Да-да-да, на его стороне, да, и российский... Тем более, что Россия, скорее всего, естественно, им не выдаст Керимова, понятное дело, что если вообще, вот, так сказать, в худшем сценарии они могут объявить его в Интерпол, да, там нужно будет расписывать все это, что вот они там вменяют ему какие-то махинации, еще что-то. И это будет уже на усмотрение Интерпола, там, вылавливать его или нет. Ну, может быть, скорее всего, выловят, но не факт, что они его сразу Белоруссии передадут. Это вообще будет полный разрыв отношений. Я даже боюсь представить себе, что будет в отношениях между Россией и Белоруссией, если дело дойдет так далеко. Поэтому сейчас важно именно... Белоруссия не может сказать, что... Извините, пожалуйста, вот мы хотим, чтобы Россия нам... вернул в наш бюджет. Если вы делаете ценообразование на хлоркале свободное, будьте добры, нам вот дотации в размере недополученного бюджетного дохода нам, допустим, Россия ежегодно предоставляет. Вот так может вопрос быть поставлен. Но Белоруссия его так не ставит, потому что понимает, что тогда Россия начнет возмущаться, с какого-то перепуга мы должны вообще это делать. Но к этому дело все идет. Скорее всего, да. Так, ну что ж, очень интересная история. Что-то совсем разные, по-моему. Нет, нет, дело не в этом. Я просто опять попытался понять, да, как ведет себя рядовой инвестор. Вот он все это услышал или сам где-то прочел, да, сделал вывод. И он в ужасе, да, и он говорит, что делать-то я? Вот есть акции в Уралкале, что мне их шортить активно, что ли? Ну, они много, много у кого есть. Хотя сейчас почему-то, знаете, такие все сталь, да, я никогда Уралкале не любил. Ну нет, это уже сзади числом, я так понимаю. Много, много в портфелях акций Уралкале, российских и фондов, и пенсионных фондов. Бумага-то популярная была в свое время. Популярный сектор неплохой, естественно. Высокомаржинальный сектор, да. Так что не надо там пытаться из себя забирать, да мы всегда говорили, да нет. Надо просто те, кто держит эти акции, иметь какое-то, как бы, акционерное лобби миноритаров, миноритариев, которое тоже должно подключиться к решению этой проблемы. Я так думаю. Ну, а вообще это технически выполнимо иметь миноритарный лобби? Они могут собрать неочередное собрание акционеров по этому вопросу. Просто Уралкали, например, этого не сделает, он не хочет делать, он считает от этого внутренней проблемой. Ну, извините, Уралкали публичная компания, а ДРы торгуются в Лондоне. Совершенно верно. На правах того, что это публичная компания, миноритарии имеют право, ну, совместно. Если я миноритарий, у меня там, условно говоря, 15 акций Уралкали, я ничего не сделаю. То есть я соберусь через тот же какой-нибудь там онлайн-ресурс и созову количество людей, которые имеют, предположим, в сумме уже там 8-9-10 процентов Уралкали. Это вполне реально сделать. Только в Москве, я думаю, соберется такой пакет миноритариев. Они могут попросить руководство Уралкали провести внеочередное собрание. Именно по повестке дня о ценовой политике Уралкали и по факту задержания гендиректора. Вполне легитимная себе такая повесточка. И я думаю, что это вполне все реально сделать. Но только если они не будут по углам прятаться, и каждый говорит, да я вам никакого Уралкали. Не-не, у нас такого... То же самое же, как с Кипром, знаете, вот. Я же точно знаю, у кого есть, были счета на Кипре. И общаюсь с людьми, да не-не, мы не... А вот, кстати... Никогда мы в этот Кипр не лезем. Вот здесь позиция, она чем объясняется? То есть человек репутацию свою не хочет подмощить, да? Реноме бережет. Ну, конечно. Хороший миноритарный управляющий, да, который говорит, ребята, вы знаете, как мы тут облажались. Взяли это в Уралкали по 220. Да, у нас там, понимаете, 30% портфеля было в Уралкали. Ребят, ну мы вам как-нибудь возместим это все. Дайте нам там полгодика, ну мы что-нибудь придумаем. Не, у нас нет никакого Уралкалия. Ну, вообще, это вы всегда говорили, что это плохая бумага. Понятно, понятно. Так, хорошо. И еще немножко времени, Саш, про российский рынок все-таки поговорим. Что там может быть интересного? Ну, может быть, менее драматичная история? Ну, что интересно? Интересно, естественно, акции нефтяных компаний, потому что высокая цена на нефть. И, в общем-то, мы видим, в частности, интерес инвесторов к Роснефти. Это закономерно, потому что Роснефть одна из крупнейших компаний, не только на российском рынке. Одна из, наверное, наиболее интереснейших на данный момент и в ближайшем будущем. Интерес главного инвестора. Тоже вот мы все время читаем, что господин Сечин продолжает активный выкуп акций. Да, да. Интерес главного инвестора. Ну, в общем, надо быть в струе, как говорится. Это главный совет инвестора. Я, наверное, читал нашего коллега, он говорит, ну, мне было 2 миллиарда рублей, я бы тоже сейчас активно скупал. Ну, это к Полонскому, который там, по поводу тех, у кого нет там чего-то. Да, 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 миллионы, да. Да, миллиарды он говорит. Нет, про миллион, по-моему. Нет, он говорил, что у кого нет миллиарда, по-моему. Миллиарда долларов? Да. Да, ну ладно. Те должны идти далеко, да. Они тут остались бы в десятером. Было бы скучно в башне философии. И там, да, там получились побоище некоторые даже в некоторых отдельных эпизодах. Ну, ладно. Проблемка. И два слова еще, Саша. Тем не менее, смотри, вот ты говоришь, да, сейчас интересен с учетом цен на нефть, да, у нас нефтянка, да, сырьевый сектор. Но, тем не менее, допустим, Газпром наш, как наше все, он продолжает валиться. Ну, Газпром это отдельная песня, как говорится. Да. Да, и Газпром сейчас это акция, которую активно продают, скорее, да. И несмотря ни на что. Да? Газпром может спасти только жиженый газ, терминал жиженого газа на Дальнем Востоке, Сахалине. У меня, к сожалению, весьма пессимистично. Статуэл давит Газпром по всем фронтам. Эти Газпром работает на контрактной системе. Он не хочет на спотовую систему переходить и понимает, что это смерть, в общем-то. А Статуэл, наоборот, так сказать, потакая своим западноевропейским собратьям, он говорит, да, пожалуйста, мы вам газ хоть как можем поставлять. А вот на Юго-Восточной Азии спрос на газ колоссален. Потому что Китай, вы видели, да, эти снимки, как себя представляют крупные города Китая, это смог сплошной, все, так сказать, столбом стоит. И уже в Китае начинают все громче звучать голоса в защиту окружающей среды. Поэтому, значит, генерация, электрогенерация Китая, она преимущественно угольная. И переход ее на экологичное топливо, а на сегодняшний день экологичное топливо номер один, это газ, с этим поспорить невозможно, оно уже не за горами. Это вопрос двух-трех лет. Времени, времени. Я понял, спасибо, уважаемые гости. Время, к сожалению, заканчивается, вопрос времени. Александр Антипов, Владимир Жанковский, сегодня в студии Сухого Остатка. Мы обсудили текущую ситуацию на финансовых рынках. Спасибо вам. Спасибо, уважаемые слушатели, за внимание. Успехов на рынке. До свидания. Продолжение следует...